Что убивает счастье? Вот я заметил, что счастье убивает три вещи. Первое – это сожаление о прошлом. Второе – это беспокойство о будущем. И третье – это неблагодарность самостоящая. Так вот, счастье – это ощущение спокойствия, радости и уверенности благодаря наличию здоровья, свободы, личной безопасности, любимых людей, любимого дела и миссии в этой жизни или смысла этого жизни, которые вызывают во мне чувство благодарности к Всевышнему. Для меня счастье, наверное, это внутренний покой, внутреннее спокойствие. Когда тебя не раздирает в разные стороны от сомнений, от депрессии, от каких-то постоянно непонятных событий, когда тебя не угнетает неудача или потеря, а когда тебе в любом состоянии ровно. Случилась беда – ты терпишь. Случилось что-то хорошее – ты благодаришь за то, что случилось что-то хорошее. Но ты при этом абсолютно спокоен внутри. Вот это для меня счастье, наверное. Это вот внутреннее спокойствие, гармония, тишина. Как-то так. У сложного человека и счастье сложное, а значит и более интересное. А у простого человека счастье более простое, значит менее интересное. А какая разница между сложным счастьем и простым? Простое счастье быстро кончается. А сложное – ты в него много вложил, зато играет дольше пластинка. Вот и все. Так что интуиция упрощает жизнь, в том смысле дает вам счастье в долгу, при этом усложняет, потому что сам инструмент требует более сложного отношения к самому себе. Я думаю, что секрет счастья в том, чтобы уметь сказать достаточно. Как говорят еврейские мудрецы, кто счастлив? Тот, кто доволен тем, что у него есть. Потому что желанием нет конца. Счастье является условием путешествия. Если счастье становится целью, эта цель будет постоянно отодвигаться, как горизонт. Вы идете, и горизонт движется. Счастье – это условие путешествия. Я счастлив там, где я нахожусь. Есть горизонт, я двигаюсь в этом направлении. Но я счастлив там, где я есть сейчас. Не «я буду счастлив, когда доберусь туда». Счастье не завтра. Счастье сейчас. Если ты не можешь быть счастливым, когда у тебя нет машины, ты не будешь счастливым, когда она у тебя будет. Ты просто не умеешь быть счастливым. Если ты научился и умеешь быть счастливым, тебя вообще не парит. Во что ты одет? На чем ты едешь? Каждый счастлив по-своему. Я об этом уже говорила, что все люди счастливы одинаково. Нет. Некоторые люди абсолютно счастливы в своем несчастье. Они не хотят быть счастливыми. Им нравится быть несчастливыми. Человек приспособлен к счастью, он как раз не приспособлен к несчастью. Поэтому, когда люди несчастны, это означает, что они так приспособились к своему счастью. Это у них такое счастье, быть несчастными. Вот такое приспособление. Поэтому, по большому счету, все люди счастливые. Счастье – это что-то невидимое, как воздух, которое невидимое, вы почувствовать не можете, понюхать, потрогать не можете. И вы его не замечаете, когда оно у вас есть, но остро чувствуете, когда его у вас нет. Если разбить счастье на компоненты, то счастье может состоять только из таких вещей, которые имеют такие же характеристики, как оно само. Поэтому счастье состоит из этих четырех компонентов. Три основных, два вспомогательных. Первое – здоровье, свобода, любовь. Любовь делится на любимое дело и любимые люди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова